Стол заказов на РУ-ТВ Вас ждет эксклюзивное интервью. И у нас в студии уже появился актер, режиссер, привет, талантливый, разносторонний, в общем, русский кен, как многие, мне кажется, считают, Алексей Воробьев. Привет, Алексей. Привет, мои хорошие, привет. Ну что, ну как осень у тебя началась? Знаешь, у многих хандра осенняя, как бороться с ней? Есть ли у тебя такое, может быть, вдохновение больше осени? Да, посмотри. Какая прекрасная, ой, какая сегодня погода. Это же вообще потрясающе. Я сегодня вышел, думаю, все, лето, снова началось лето. Я вышел, думаю, красота. Ехал сюда, даже вот прям думаю, а ты сидишь в студии, думаю, вот, 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 я окна открыл даже в машине. Ехал, слушал русское радио, да. Ну все, русское радио, это хорошо. Но все-таки у тебя вдохновение больше бывает осенью? Как у многих творческих людей? Или не зависит от сети? Нет, 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 нет. У меня вдохновение вообще в любое время, в любое время года, но чаще всего ночью. Вот, мне нужно, чтобы было темно. Вот в темноте, в тишине можно чувствовать какие-то мысли, вот как-то оно, оно все прям аккумулируется. А днем, мне днем хочется наслаждаться. И неважно даже, это может быть дождь. Я этим летом полюбил дождь, друзья мои. Это произошло так, я утром просыпаюсь на пробежку, значит, перед съемками. Вот, и смотрю на улицу дождь, я думаю, аааа. Знаешь, вот этот момент, когда, думаю, и вот я выхожу, кроссовки, худи, наушники, я такой начинаю бежать. Дождь, лужи, и вдруг я понимаю, какое удовольствие я получаю. Я прям бегу, как дитя бегу, я прям, я прям, я прям лужи ищу, я прям, вот больше лужи. Я прям в лужу, буф, 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 несу. Прям как в фильме, мне кажется, очень трогательно. Да, да. Мы тебя представили как актера, как режиссера, как певца. Что еще мы о тебе не знаем? Может быть, за это время, пока это у тебя не было у нас, появилось что-то еще? Да, я ню-модель. Так, ну в твоих социальных сетях все мы видим эти горячие фото. Нет, ты знаешь, мне кажется, нет, я пошутил, конечно, но вообще, вообще, я за, когда люди занимаются спортом, чтобы они выкладывали результат. Во-первых, это на самом деле удивительно, тонизирует тебя самого. О, вот, если кого-то еще, я рад за них, да? Супер. Но вот меня самого, я такой выкладываю, думаю, машина вообще, я же знаю до, и вижу после, да? И поэтому я так, я это, вот, я, я, вот, все, запилил для себя, да, такой снял, думаю, молодец, я вижу результат. Как мотивация, да, такая? Абсолютно, да. Для всех и для тебя тоже. Но ты к нам сегодня не с пустыми руками, а с новой своей работой. Предлагаю эксклюзивно, прямо сейчас посмотреть на этом вот видео. Да, как называется? Да, песня называется «Богиня». «Богиня». Для всех девочек слушайте, значит, эту музыку, эту песню всегда слушайте перед зеркалом, обязательно. Предлагаю сейчас послушать, а потом обсудить. А потом перед зеркалом. Друзья. Друзья, премьера состоялась на это супер эксклюзив, муд-видео на песню «Богиня». Да. Ну, вот, для всех девчончиков. Но песня, на самом деле, такая терапевтическая, очень, как мантра для всех, это так и предполагалось, да, что все слушали, вдохновлялись и были уверены в себе. Да, просто я много раз слышал от девчонок, что вот, типа, вот здесь, вот, да, вот это, вот все. Я думаю, вот, как вы на себя в зеркало смотрите, думаю, такой, знаешь, что это... Сразу критичный взгляд. Ну, а почему так придирчиво? Потому что хочется, чтобы, скажем, человек даже, вот, ну, что ты себе говорил хорошее, когда смотрит в зеркало? Потому что так ведь оно и работает, на самом деле. Говоришь себе хорошее, и хорошее происходит. Говоришь плохое, происходит плохое. Тут все... А что ты сам себе говоришь, когда смотришь в зеркало? Давай, научим наших зрителей любить себя. Пойди поспи, Леша. Ладно, если честно, я тот еще критик. Мне нужно было тоже... Вот там есть часть в песне, где ты красавчик, ты машина. Это ты себе, да? Это я, я клянусь, это я писал, чтобы самому слушать, что-то вот такое включать. Потому что я такой же, абсолютно. Я встану перед зеркалом и думаю, ну, опять не выспаешь, глаза красные, вот это все. А так, что? А то осунулся. Я такой же, абсолютно, человек, как все. Как ты тоже себя критикуешь? Абсолютно, вообще. И вот там есть строчка «Полюби себя сначала сама». Да. Вот, как себя полюбить? Мы, когда идем на рекламу, я тебе покажу. Ну, хорошо. Так, ну, у тебя обычно на песне целые фильмы вместо клипов. Да. А как ты отбираешь вообще? Что нужно сделать, чтобы попасть в клип к Алексею Воробьеву? Если бы вы слышали, что сейчас кричат в ПТС вот там ребята, вот, и хорошо, что вы не слышите. Хорошо, что я не слышу. Я слышу немножко. Какой главный критерий? Какой она должна быть вот? Талантливая. Богиня. Талантливая. Нет, здесь мне, конечно, понадобится актриса, которая будет вот именно обычной. Играть, в общем, да? Обычной. Чтобы ей не пришлось, да. Она должна быть вот, девчонка, красота в глазах смотрящего. Вот так я сейчас выкручусь из этого. Потом просто должна быть талантливой, милой. Милота, я, да, милота очень важна. Но вот у тебя в муд-видео еще Барби. Сейчас как раз-таки пик на этот фильм. Как относишься к популярности этого фильма? Смотрел сам вообще? Если честно, еще нет. Но хочешь посмотреть? Я его обязательно посмотрю, я уверен. Просто сейчас совершенно не было времени. Я сейчас снимаюсь в кино. Поэтому смотреть какие-то работы, которые хочется посмотреть, на это времени, конечно, нет. Ну, про это мы еще обязательно поговорим. Друзья, стол заказов продолжается. Сегодня у нас в гостях Алексей Воробьев. И мы уже затронулись с тобой тему фильмов. Еще как. Я знаю, что сейчас ты снимаешься в фильме больше, чем футбол в Москве. Что это за картина будет? И к кого ты там играешь? Я играю капитана сборной России по футболу. Ничего себе. Но я этому спорту отдал много лет своей жизни. Поэтому был безумно счастлив вернуться на поле. Потому что перед съемками нужно было прям набирать форму. Серьезнейше набирать форму. Потому что, естественно, все игровые моменты мы снимаем сами. Невозможно. Ну, не может это делать дублер никакой. Потому что, ну, видно в кадре, кто бежит с мячом. Я был счастлив. Потому что, ну, вот, несколько месяцев до съемок. У нас почти ежедневные тренировки. Я домой на первую неделю просто приползал домой. Потому что, ну, такое количество мышц, естественно, которые забыли, что они еще... Мы бегаем не только вперед. Да, ты же на футбольном поле. Ты всегда, ты все время меняешь, так сказать, траекторию и направление. Вот. А так это невероятно, невероятно драматичный фильм. Момент не смешной. Но история моего персонажа, конечно, там, он главный герой. Она очень непростая, да. И, ну, то, с чем он сталкивается, то, через что он проходит, не говоря об этом никому. Он не рассказывает о том, что у него... Что внутри, да. Да, что по-настоящему происходит в его жизни, и никто не знает. И он, вот, очень закрыт. А его жизнь, на самом деле, в этот момент разваливается и раскалывается. И, ну, все идет очень-очень неплохо. С людьми, которых он любит больше всего на свете. Да. То есть тяжелая судьба у героя. Но я, когда читал сценарий этого фильма, признаюсь вам честно, я, ну, вот, я сижу дома один, ночь, читаю сценарий. Мне прислали, просто, ну, интересно мне или нет. Я несколько раз просто пытался себя успокоить, чтобы не плакать. Серьезно? Настолько трогательно. Настолько трогательно написан Виктор Диамент. Он режиссер и автор сценария. И, боже, это так написано было. Я сижу и такой думаю, Лех, ну, 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 ну... Держись, да. Держись, да. Все, я прям дочитал, я сразу прям отзвонился агенту, говорю, все, давайте устраиваем пробы. Я хочу в этом сниматься. А что тебе помогает сживаться в роль? На самом деле тут от внешнего к внутреннему. То есть, если ты играешь спортсмена, ты должен вести такой образ жизни. Все предельно просто. Ну, тут у тебя все в порядке, мне кажется. Да, но вот перед этими съемками, конечно, я сколько я сбросил, прям до съемок я сразу сбросил килограмма четыре. Ну, просто так вот, в спокойном режиме. И во время еще килограмма два. То есть, в общем, я килограмм шесть скинул. Вот, ну, просто вот для того, чтобы быть... Быть больше, больше похожим на персонажа, который он должен быть. То есть, мышечная масса должна быть меньше, и должно быть суше гораздо. То есть, мышцы, они должны присутствовать, но это все очень должно быть сухое. Само по себе даже тело должно быть другим. Ты как раз работаешь над этим, да, сейчас. Да, но это вот всегда от внешнего к внутреннему. Есть такой прием актерский, то есть, топни, потом рассердить называется. Если ты не можешь просто взять и начать, что? Вот, если не можешь сходу это делать, то ты сначала делаешь, значит так! И вот от этого топни очень легко тело, оно же всегда видно, если оно врет. Да. Вот, и как раз если тело, физика, бфф, настоящая, живая, такая, какая она должна быть, то и внутренняя подключается ровно так, как и должно быть, потому что оно идет. Такой прием, я запомню. Да. А есть такая какая-то роль, которую ты очень мечтаешь сыграть, но еще у тебя вот не было такого предложения? Сейчас вот футболиста будешь играть. Да. Тоже, мне кажется, классно. Есть! Мне немножко, наверное, проще в этом, потому что мне столько раз в жизни говорили, тебе нужно сыграть вот-вот прям вот, ты прям Джеймс Бонд, тебе нужно сыграть. Да, да. Ну, я когда, ну, так получается, да, костюмы бабочки, да, я так все. Я очень люблю носить костюмы, очень, мне это прям нравится. Ну, и тебе идет. Оно так, это же, опять же, от внешнего к внутреннему идет. Надеваешь костюмы, это все равно, что ты надеваешь платье, да, и ты же сразу надеваешь каблучки, и ты чувствуешь, да, вот эту вот внутреннюю... Да, естественность. Конечно, тебе сразу хочется быть леди. У парней ведь то же самое, ты надеваешь костюмы, и ты не можешь вот такой вот просто расхлябанно, тебе хочется говорить красиво, тебе хочется делать красивые поступки, а ну вот все оно такое, ты немножко немножко сразу... Здравствуйте, добрый вечер. Ты такой... И поэтому это вот одна из ролей. Ну, я уже написал сам себе фильм такой, поэтому... Да? Да. Ну, мы будем ждать. Я написал тебе сценарий. Будешь там играть главную роль. Фильма, я буду играть там шпиона, да. Шпиона. Прикольно. Кого возьмешь из актеров вот наших русских? Есть вообще актеры, которые тебе нравятся? Безусловно, их огромное количество. Ну, имена не назовешь? Кого бы ты точно вот взял в свой фильм сняться? Или хотя бы на пробы пригласил, на кастинг? Ну, во-первых, пробы и кастинги вот на мои киноработы, они будут, ну, не то чтобы не по дружбе, да, не по блату, а будут все, потому что... Такой общий конкурс объявишь в соцсетях где-то? Могу объяснить даже, почему так происходит. Вот я был в Мексике, я общался с артистами, которые будут у меня сниматься в кино. Это невероятный момент, когда приходит актер, и ты вообще от него не ожидаешь его прочтения. И вот приходит в Мексике невероятно популярный актер, и он всегда играет роли красавчиков, ему за 40 он такой красавчик, такой вот весь такой немножко со щетиной, такой вот такой обаятельный джентльмен такой, да. И он приходит, и он говорит, Алекс, я, типа, я прочитал сценарий, мне вот этот персонаж безумно понравился. У меня там написан, типа, ростом метр пятьдесят, пухленький такой, знаешь, немножко с залысинами такой, немножко Дэнни Дэвито написан. Он говорит, я хочу попробоваться на этого персонажа. Ничего себе, контраст, да, такой прям. Я говорю, секунду, говорю, это как? И тут я понимаю, какой кайф это, потому что я как артист... Переоплощение. Я как артист тоже ведь хочу, чтобы мне давали шансы вот именно вот на такие роли. Это же здесь, здесь как раз ты играешь уже. Ты прям вообще надеваешь маску другого персонажа. Я говорю, это он, говорю, мы сделаем залысины, мы можем сделать силиконовая пузяка такая, можем второй подбородок. Он говорит, это вообще будет классно, говорит, я все. И вот в такие моменты понимаешь, что если ты просто берешь актера, который тебе подходит, это одно, а когда ты берешь артиста, который горит этим, он же, он будет ночами засыпать, думая про каждую строчку. Он будет этим гореть по-настоящему. Вот это, да, это иногда даже интереснее и важнее для проекта и для фильма. У нас продолжается стол заказов, это прямой эфир и в гостях у нас Алексей Воробьев. Мы уже начали обсуждать русский фильм, в котором ты снимаешься новый, но еще есть работа какая-то, ты скоро полетишь в Испанию. Что там будет? Давай рассказывай нам секреты. Да, там уже снимается голливудский фильм, голливудский блокбастер, вот, где я сыграю одну из ролей. Я, естественно, не могу рассказывать вообще ничего об этом. Здесь я не могу рассказать про сценарии других режиссеров и проектов. Вот, ну а там снимаются... Забыл, как артиста зовут. У меня с фамилиями и именами очень плохо, извините. В общем, какая-то звезда. Да, 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 он из Англии, актер. Я потом напишу в комментариях, мы в прямом эфире, черт возьми, даже невозможно подсмотреть никуда, представляешь? И мне никто ничего не подскажет. Не подскажет. Вот, да. Кого ты будешь играть? Брутального персонажа или какого-то простого парня? Я могу сказать одно, что режиссер ради моей роли, когда меня уже утвердили, он объединил две роли в одну. Ради тебя, да? Да, потому что ему понравилось, и он сказал, давайте сделаем вот так, вот так, поскольку он сам автор сценария, поэтому он для меня сделал его такой вот ход, чтобы увеличить мою роль, что очень здорово и, конечно, очень приятно. Ну вот ты снимаешься и в России, и за рубежом. Отличается ли подход к съемкам или, может, подготовка к роли? Вот у нас и там. Нет, вообще не отличается. Это всегда зависит исключительно вот лично от человека, как он готовится к роли. Вообще не важно, в какой стране, не важно, где он снимается. Чисто его процесс подготовки. Я обожаю, я, я, мне очень нравится процесс поиска, например. Я хожу в магазины, причем я, естественно, не иду никогда. Я иду в секонд-хенды, вот, и ищу одежду, которая может больше подчеркивать вот этого персонажа, именно этого. И начинаешь ее носить? Ну, я ее закупаю. Мне закупаю разные варианты, смотрю, думаю, вот это вот больше вот этот персонаж. Так, ему здесь вот было бы удобнее, например. Так, а что если у него немножко перекос вот сюда, например, да? То есть вдруг у него, да, искривление позвоночника, например. Рат, все раз так, все сюда, немножко плечико так. Ты просто вот создаешь, вот он начинает обрастать неким мясом. Он становится немножко живым. То есть ты начинаешь как бы им существовать, этим персонажем. Ну, вот, ботинки, например, если берешь, я думаю, так, а что если, например, они ему велики или малые? Это всегда очень важно. Это кажется, да, как бы деталь вообще ничего не значит. Но если они ему малые, да, почему они? Вот, почему такие? А вдруг эти ботинки что-то значат для него? Сколько раз он переделывал их, перешивал? Может, они, как у Форст Гампа, вот эти любимые кроссовки, понимаешь, которых он всегда... Там во всем всегда есть вот эти вот детали, которые помогают лично тебе, как актеру. И это твоя личная подготовка. Очень круто, очень тщательно ты прям готовишься. Но как ты думаешь, российский кинематограф за последнее время, он все-таки вырос? Может быть, ты что-то привнес голливудское в него? Я? Или в планах у тебя есть? Комплиментарно ты сейчас, да, конечно, я прилетел, и все, и кинематограф подскочил до небес. Взлетел. Ты знаешь, нет, все же растет и развивается, что очень здорово, потому что, ну, возьмем, до того становится все просто, что сейчас, например, чтобы снимать кино, снимать кино, да, можно снять фильм на DSLR-камеру, да, ну, вот как на фотоаппарат? Да. Можно. На телефон можно снять фильм? На телефон можно, будет просто качество, ну, другое, то есть ты нажмешь там 4К, но не будет же 4К у тебя все равно нормального, все равно, да. Но фактически можно? Можно. То есть, на самом деле, каждый человек, вот, вот, индустрия вынуждена двигаться и становиться лучше, потому что ты уже не удивишь человека тем, что, вот, смотрите, мы здесь вот на штативе поставили камеру, и у нас нам артисты говорят текст. Ну, уже все, никто не, ну, потому что каждый человек может у себя это дома сделать сам, поэтому, естественно, индустрия начинает придумывать, двигаться, как это интереснее снимать, как лучше, чтобы человек приходил в кинотеатр и такой, вау. То есть качеством сейчас поражает? Конечно, исключительно. Ну, все время работал, чего-то учился, пытался чего-то достигать, именно поэтому мой путь, он, тут тоже важно понимать, он занимает дольше, потому что не происходит вот этого информационного взрыва, да. Да. Который вот человек что-то создал, бум, и народ такой, ооо, что там происходит? И узнают вообще, что это за человек. Угу. Вот, у меня много лет просто работаешь, снимаешь, поешь, песни, никто ничего не ставит, никто ничего не показывает, ты все делаешь, 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 делаешь. Потом в какой-то момент раз на тебе, и вот происходит то, что, как бы, вот, количество, оно просто уже переваливает, да, если себе представить вот стену. Просто так не перекрыгнешь, а вот когда ты один кирпичик, второй, третий, четвертый, пятый, что-либо, и вот в итоге ты просто перевалил сам через эту стену. И уже весь тот объем того, что ты совершил и сделал, он тебя и приводит, наверное, к успеху. У меня на концертах всегда очень весело, потому что у меня есть определенный вот трек-лист того, что я планирую петь, но зачастую он меняется по ходу. Вот, мои музыканты это всегда знают, потому что, как бы, я очень люблю импровизировать. Момент на сцене, это вот момент настоящего искреннего счастья в моей жизни. Вот там все, что идет не так, меня радует еще больше. То есть у меня, например, когда трубач в соло раз мимо ноты шлепнул, я... Все пожевал, в общем, да? Да, мне прям, или наоборот, например, был недавно концерт, где так получилось, я уже не помню, из-за чего эта импровизация родилась. То ли кто-то из зала что-то сказал, то ли еще что-то, ну, в общем, под аккомпанемент группы Rammstein, значит, мы гитарист такой... Он вот это играет, а я... Ее утро, как обычно, 22 часа... То есть я пел всю сумасшедшую, прям вот я ее фактически орал на припевах, то есть прям, им просто был тяжелый металл. Такая получилась версия песни. Никто этого не ожидал, включая меня, но это вот так происходят мои концерты. Там всегда идет куча импровизаций, иногда какие-то песни. Я могу начать вообще не свои петь, мне в принципе, ну, то есть, ну, так вот, так получилось. Друзья, будет, я думаю, очень интересно. Обязательно приходите на сольный концерт Алексея Воробьева, а прямо сейчас еще раз посмотрим на его новую работу «Богиня». Серьезно? Второй раз? Друзья, пришло время ваших вопросов. Алексей, ты готов ответить на вопросы наших зрителей? Я ждал именно этого момента. С удовольствием. Ну, все, давай. Итак, тут Ангелина Руднева спрашивает, можно ли принять участие в новом клипе? Вот уже, видишь, к тебе хотят девчонки. Ну, да, вполне вероятно. Может быть, устроишь народный кастинг какой-то? Это, кстати, хорошая идея, да, почему бы и нет. Действительно, устрою большой кастинг. Ну, все, будем ждать. Ася спрашивает, Алексей, вы верите в магию? Испытывали ее когда-то на себе? Может быть, что-то волшебное с тобой случалось? Да я и сам волшебник, конечно. Так, следующий вопрос. Диана спрашивает, как вы справляетесь со стрессом? Вы всегда на виду, нужно быть всегда в хорошем настроении. Вот я на работе не могу постоянно быть радостной. Если, допустим, что-то болит, так вообще теряйтесь. Короче, как вывозить эту прекрасную жизнь? Вот такой вопрос. Знаете, есть такой тоже трюк, называется немножко притворяться. Но нужно просто научиться делать это хорошо. Мне ведь тоже не всегда прям весело и классно. Но у меня много, на самом деле, разных штук, которые могу посоветовать. Одна из них притворяться, это, например, вот сидишь, да, вот плохо, да, например, тебе и мне. Да. Ну, можно просто попробовать посмеяться в этот момент. Если мы с тобой вместе сейчас это будем делать, ты увидишь, что где-то через секунд 30 вся студия тоже будет смеяться. Потому что это будет немножко глупо в начале. Но ты наверняка видела, вы наверняка видели тоже ролики, да, где человек в метро там сидит и начинает смеяться. И это всех заряжает. Это меняет каким-то образом вот... Вектор вообще, да, да, да. И второе, это закон сохранения энергии. Например, вот сейчас вот я должен быть, да, быстрым, энергичным. Сейчас мне, на самом деле, весело и хорошо сейчас. Вот. Но когда я сяду в машину, я просто включу музыку и буду ехать. И вот если я понимаю, что вот на сегодня, ну, нет у меня сил. Я вообще не буду включаться. Я просто буду ехать на... Вот на автомате я в этот момент не потрачу... Не вкладываться, да, то есть... Вот ни на секунду больше, ни на йоту. Вот больше не дам того, что нужно для того, чтобы просто ехать на машине вот и рулить. Ну, то есть, если там вот... Ну, не тратиться на другие... Вот на что-то, что того не стоит, вообще не тратиться. Копить энергию, в общем, и заряжать всех позитивом. Да. Спасибо большое, что ты сегодня к нам пришел. Ты точно нас сегодня всех зарядил. Мы желаем тебе удачи в твоей актерской карьере, в музыкальной. Будем ждать еще клип. Приходи к нам обязательно. Спасибо. Друзья, это был Алексей Воробьев. А программа «Стол заказов» продолжается. Так что не переключайтесь, а Алексея мы отпускаем.